что жизнь меняется в лучшую сторону очень сильно кардинально меняется жизнь в лучшую сторону у тех кто начинает практиковать благодарность всевышнему вот тут как раз есть большая разница между просто благодарностью которая которая помогает безусловно то есть про благодарность говорят многие психологи коучи что это подход жизни который действительно улучшает жизнь но это косметическая благодарность потому что благодарность всевышнему а это совсем другое это совсем другое это принципиально более глубокий подход к жизни благодарность всевышнему чем обычная благодарность которую просто кому Вселенную. Чего Вселенную? Какую Вселенную? За что ее благодарить, эта Вселенная? А тут Всевышний, Творец Мироздания. Вот мы изучаем глубокие вещи. Сегодня вообще мы будем изучать книгу Зоар. Книга Зоар – это учение, которое передал Раби Шиман Барвихай своим ученикам. Это Каббала. И сегодня у нас как раз будет отрывок от Тута, мы будем изучать. Объяснение, как молился Яков. Яков – один из праотцов еврейского народа. Как он молился, как раз книга Зоар объясняет. Так, в телеграмме нет звука. Пожалуйста. Раз, раз, раз. Есть звук в телеграмме. Спасибо большое. Дженек, Дженек. Спасибо большое, Дженек, Дженек. Появился звук. Видите, эти все телеграммы, когда нажмешь, вроде зелененький. А нужно, чтобы был зелененький, но такой пушисто-зелененький, чтобы двигалось. Вот я одну вещь не досмотрел. Но сейчас есть звук в телеграмме. Все, спасибо. Спасибо Всевышнему. Итак, значит, 84-й отрывок. 84-й урок у нас, да? 83-й сейчас. Значит, один ученик обратился к Равшаламарушу и говорит ему. Вот я совершил ошибку. Какой у тебя совершил грех? Совершил я ошибку. И что, я должен сказать спасибо за свою ошибку, за этот грех? Я тоже должен сказать Всевышнему спасибо. А он ему говорит, да, конечно, ты должен сказать Всевышнему спасибо, поблагодарить за тот грех, который ты сделал, за ошибку. Тот ему говорит, ну как? Это же я оступился, я ошибся. А Равшаламаруш ему ответил на это так. А я не знал, что ты в этом мире реален. Я думал, в мире есть только Всевышний. Но теперь я знаю, что есть еще и ты. Отлично, мы открыли еще одну сущность в этом мире. До сих пор мы думали, что нет ничего, кроме Всевышнего. И лишь он существует. А оказывается, существуешь еще и ты. Так он ему сказал с иронией. Потому что, если мы исходим из того, что есть только Всевышний, и нет никого, кроме Него, то это одна исходная предпосылка, да? То есть мы верим, что есть только Бог, и в весе все это мироздание, оно ему подчиняется, это его проявление. А что такое человек? Человек – это проявление тоже Бога, у которого есть свобода выбора. Или это признать, или это не признать. И именно то, что не признает Бога, как Творца Мироздания, это и есть нереальная сущность. А тот, кто да, признает, то ты соединяешься с Богом и выиграл, да? Это как вот компьютерная игра. Как она работает? На экране ты едешь, едешь, едешь. И вот когда ты едешь, куда надо ехать, то ты проезжаешь. А когда ты едешь, куда не надо ехать, то game over, все, жизнь закончилась. Понятно, да? И вот здесь как раз мы все вот в этой компьютерной игре, в которой, если ты признаешь, что нет никого, кроме Бога, и все это проявление Бога, то ты едешь. И тебе, ты не просто едешь, ты с Богом соединяешься в резонансе, ты едешь все ярче, сильнее. А если ты не признаешь Всевышнего, то тогда ты все время, там, жизнь заканчивается, 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 а потом, оп, game over, жизнь закончилась. И дальше он ему начинает объяснять, он говорит, смотри, раскаяние, в чем состоит раскаяние? Вот ты совершил какой-то поступок, который называется грех. Возьмем какой-нибудь такой грех, который, ну, часто бывает, да? Один человек обидел другого. Вот он прямо наорал на него, обидел другого, как-то его оскорбил, там, рассказал про него злоязычие, кому-то там сплетни какие-то передал. Такая частая, очень частый грех, да? Значит, и вот он, потом он осознал, что так делать было нельзя, так делать было нельзя. Теперь, значит, вот это как раз похожая ситуация. И он ему объясняет, ты хочешь принять ответственность за то, что ты сделал. Да, он этому ученику объясняет. Ты не понимаешь, в чем заключается главный твой грех, главная твоя ошибка. Не в том, что ты сделал, а в том, что ты... Твоя ошибка в стремлении принять ответственность за неправильную вещь. На твой взгляд, ты владел полным контролем над собой, и твоя ошибка зависела от тебя, и в твоих силах было не оступиться. Поэтому ты не понимаешь, как сказать за это спасибо. Теперь, но он говорит, корень греха, это в том, что ты в этот момент забыл про Всевышнего. И в этот момент ты думал, что весь мир в твоих руках, что ты можешь этому человеку повредить, или что он может повредить тебе. И ты совершенно забыл о Творце. Это и есть то, за что тебе надо взять ответственность. И тогда ты благодаришь за этот грех, который тебе показал, что ты собой не управляешь. Что ты не можешь управлять собой. Что ты делаешь какие-то вещи, которые потом ты о них сожалеешь. А все почему? Потому что ты в этот момент забыл о Боге. Теперь, и вот тут нужно сказать, спасибо тебе, что теперь я понимаю, насколько я не контролирую себя и свою жизнь. Спасибо тебе, что я понял благодаря этому событию, что я, есть моменты, когда я забываю про тебя, и про то, что все в твоих руках. И тот, кто меня обижает, это не он меня обижает, это Всевышний, мне хочет что-то через него показать. И я, когда ему ответил, это Всевышний мне показал, насколько я не управляю собой, что я становлюсь таким же, как он. Когда начинаю так же орать, и так же там с ним ругаться, и так далее. Значит, конечная ошибка, лишь результат гораздо большего греха. Ереси, это когда ты отрицаешь Всевышнего, гордыни и неверия. Вот за это надо взять ответственность. То есть, не за тот грех, который является плодом, последствием того, что у тебя внутри на корне, ты забываешь о Всевышнем. А вот надо глубже идти. И вот за то, что ты благодаря вот этому греху, неприятности, ты увидел, что ты забыл о Всевышнем в этот момент. Ты забыл, что только Бог управляет миром, что нет никого, кроме Него. И так далее. Вот за это надо сказать спасибо. И второй раз сказать спасибо за то, что ты об этом вспомнил. Представляете? Я тут вспомнил, написал, что есть в Талмуде такое выражение, что человек грешит только, если в него вселился дух сумасшествия. Только в этот момент человек может согрешить. Потому что, если бы он был в состоянии осознанности и понимал, что он это не тело, а душа, что Всевышний управляет всем, то он бы не стал бы грешить. То есть, человек грешит только, если в него вселился руок штут дух сумасшествия. Только в этот момент он может согрешить. И вот как раз об этом он говорит, и надо молиться. Теперь, когда я это все прочитал, то я понял такую вещь. И он говорит, что о чем тебе надо тогда молиться? Теперь пойми, за что тебя следует благодарить. Когда Всевышний не помог тебе, это было ради твоего блага. Нужно было пробудить тебя от ужасного заблуждения, в котором ты пребывал, от гордыни. Поэтому скажи, спасибо тебе большое, Творец мира, что ты не помог мне. Спасибо большое, Господи, что я оступился. Теперь я знаю, я просто ничто. До сих пор я думал, что я реальный, а теперь ты показал мне, что это не так. И без тебя я ничто. И помоги мне молиться за все, дай мне сил, чтобы я привозил свое злое начало, животное начало. И был всегда в состоянии соединения с тобой, в состоянии осознанности. Это как бы его был, суть этого рассказа. И тут я вспомнил такую очень интересную вещь, которую я всю жизнь не понимал. То есть вот я стал религиозным человеком в 98 году. И у меня этот процесс продолжался в 99 году. То есть Бог делал для меня чудеса. Я не благодарил Всевышнего и забывал, что это Бог, думал, что это я. Тогда Бог делал для меня чудеса в другом формате, со знаком минус. И у меня, значит, все, что до этого я получил, я все потерял. Все свои достижения и так далее. И я очень испугался. Я скажу вам, что есть же у Бога, есть страх перед Богом, а есть любовь к Богу. Вот это два полюса, через которые мы соединяемся с Богом. Есть заповедь любить Бога, есть заповедь бояться от Бога. Любовь к Богу, она появляется через то, что мы признаем и благодарим Всевышнего за то хорошее, что он нам дает. Но через любовь люди обычно к Богу редко приходят, потому что вместе с подарками от Всевышнего у человека растет эго. Ему кажется, что это он все эти подарки как сам достиг. У него растет гордость, гордыня. Он такой, ну смотри, я крутой вообще, я царь мира. Да, он забывает, что ему Бог все это дал в подарок. И вместо любви к Богу у человека раздувается эго, и он начинает угнетать других людей. Теперь тогда Всевышний ему говорит, ладно, ну уже все, время уходит, песочные часы тикают, а я же тебя люблю, и ты должен пробудиться. И у тебя же, главное же, это твоя душа в этом мире, ты для этого сюда пришел. Ладно, тогда идем другим путем. Бах, и человек заболел. Посадили в тюрьму. Ушла жена. Проблемы. И человек такой, оп, он сразу сдувается. Его эго, он вначале пытается все сам порешать. Но ему врачи говорят, извините, как бы все ваши деньги вам не помогут. И он такой, оп, сдувается, сдувается, сдувается. И когда у его эго сдувается, он обращается к Всевышнему, говорит, Господи, я тебя прошу, помоги. Помоги, нет у меня, нет ничего, все. И Всевышний иногда помогает, иногда нет. То есть, все зависит от какой-то там ситуации. У Всевышнего всегда есть. Вернее, не так. Всевышний всегда помогает, но не всегда мы видим, как это работает. И вот, значит, у меня было вторым путем. Через какое-то время я потерял, у меня были очень болезненные удары. И я очень испугался. И тут я понял, что все от Всевышнего. И я начал соблюдать, где-то, получается, с конца 99-го года. Я уже начал все соблюдать. Но у меня было служение все время из страха. Пока вот до вот этой книжки. И я помню в начале, как только я пришел в Нишиву учиться, Равин, Равхайм Шаулов. Такой есть Равин, ученик Равыцка Казильбера, святой человек. И Равхайм Шаулов, он объяснял, что есть шува раскаяния из страха. Когда ты раскаиваешься в грехах, из страха, что за те неправильные действия, которые ты делал, есть последствия. И когда ты осознаешь всю тяжесть своих неправильных действий в прошлом, ты говоришь, Господи, как я мог так делать, я больше не хочу так делать, я никогда больше так делать не буду. Я вообще никогда. То есть ты узнаешь, что ты делал неправильные вещи. Это называется раскаяние из страха. Ты боишься, что тебе придет за них наказание. И ты говоришь, я их не сделаю, я не знал, что так будет. Вот теперь я знаю, и ты убираешь корень этих действий. Это называется, человек сделал шуву, раскаялся из страха. И с него снимается наказание. Но есть, он объяснял, такая шува, которая называется раскаяние из любви ко Всевышнему. Когда человек, он жил-жил-жил, например, потом он узнает, что он делал что-то неправильное. И он не боится, а он так любит Всевышнего, он говорит, эх, я, говорит, прямо так тебе за все благодарен. И так, вот то, что здесь мы сейчас читали, я тебе благодарен за те ошибки, которые я делал. То есть он делает раскаяние из любви. И он говорит, что если человек делает раскаяние из любви, то тогда ему его грехи переворачиваются в заслуге. То есть это идет не стирание того, что он сделал, а идет переворачивание в заслуге. Я никогда не понимал, как это работает. И я помню, что вот он так красиво рассказывал, что человек какой-то умер, и он после смерти показывает, как кинотеатр такой, собрались все его родственники, которые там, и начинают показывать его жизнь. И откручивают в обратную сторону, он уже был религиозным, но когда дошли до момента, когда он стал религиозным, то он очень испугался. Сейчас как начнут показывать, что я делал до того, как стал религиозным, ой, как мне будет стыдно. И начинается этот фильм дальше раскручиваться, и тут вместо того, что он там сидел, ну там в каких-то оргиях участвовал, там в этих самых, показывает, он такой прям, как сказать, ну Рафхайм объяснял так, он сидит с семьей, с друзьями, сидит там, значит, все так, все красиво, соблюдает заповеди. Он говорит, стоп, 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 остановите этот фильм, говорит, я думал, что я приду в мир правды, и в мире правды не будет, тот мир, в котором я жил, материальный мир, называется мир лжи. А я приду сейчас в мир правды, и это же духовный мир, мир правды, тут истина, а тут обман. Я, говорит, так себя не вел до того, как стал религиозным. А ему говорят, не, ну то же сделать шву раскаяния из любви, а раскаяние из любви переворачивает преступление в заслуге. Поэтому все правильно, просто все твои действия со знаком минус перевернулись в действия со знаком плюс. Но я это никогда не понимал. А он вот здесь как раз об этом говорит, что если ты принимаешь, то есть когда идет взаимоотношение со Всевышним через благодарность, даже когда идет какое-то страдание, негатив, все равно идет благодарность Всевышнему, то это и есть шва из любви. Раскаяние из любви – это более высокая ступень взаимоотношений со Всевышним. У тебя сейчас для меня, вся эта книга для меня большое открытие. Потому что у меня всегда было все построено Ирата Шем, страх перед Богом, как говорил царь Соломон, решит даат Ирата Шем, основа познания, страх перед Богом, хахмау мусар, божественную мудрость и нравственность, эвелим базу, стептики пренебрегли. То есть Ирата Шем, страх перед Богом, и я как бы, у меня даже споры были, да, с моим раввином Раф Пинха Свешетсти. И хаббат, он делает, он возвращает Шуле через любовь. И я не понимал, я говорил, наоборот, нужно сказать человеку, который грешит, ты пойми, что Всевышний терпит, терпит, но еще немного болезни, тюрьма, какие-то неприятности, страхи, то есть лучше, зачем тебе ждать неприятностей? Давай начни соблюдать заповеди. Я всегда считал, что вот нужно пугать именно, да, что нужно, ну это не пугать, это сказать правду, ну слушай, неправильные действия заканчиваются, ожирение приводит к смерти, но скажи правду, зачем говорить, что там ожирение не приводит к смерти, зачем говорить, что если там несоблюдение шаббата не приводит к страшным последствиям, когда сейчас было перед вот этой войной, в Йом-Кипур запретили молиться в Тель-Авиве, законам, какие-то суды сказали, что нельзя молиться раздельно. Кого мужчины и женщины раздельно? Кого это волнует? Это вообще против логики, против всего. Если они хотят молиться раздельно, пусть молятся. Если ты хочешь молиться не раздельно, молись. То есть ты хочешь проводить параду гордости, проводи. Я против, но они проводят. А мы хотим молиться раздельно, они запретили. Это в голову не лезет. И это страшно, это в Йом-Кипур. И надо было выступить и сказать, будет проблема, Всевышний такого не потерпит. Бак, 7 октября наступает, буквально проходит 2 недели, 3 недели после этого происходит страшная вещь. То есть, теперь, есть много случаев, там, религиозные поселения, заходят эти преступники, бандиты, смотрят, поселение закрыто, они уезжают в другое поселение. То есть, религиозные поселения не пострадали. Люди, которые, женщина одна, там, 88 лет, она просидела 24 часа, держала эту дверь руками, там, за 80 лет, и благодарила Всевышнего за все. Они не смогли дверь открыть. То есть, происходят чудеса, это не чудеса. Служить Богу, это правильно. Теперь, но если не служить Богу, то тут можно или сказать, это преступление, за которое будет потом страдание. Или можно сказать, давай что-то сделаем хорошее, и Всевышний нас любит, давай вспомним, поблагодарим. То есть, путь благодарности и путь страдания. Значит, Хаббат, например, да, идет, Ребе шел путем только через добро, только через любовь, только через благодарность. Я не понимал до этой книги, но не знаю, до сих пор я не знаю, потому что был царь Хисиягу, который взял и прям мечом заставил весь народ Израиля тогда служить Богу. То есть, прям поставили возле домов учения спецназ, всех загнали туда, и все учили Тору. И когда пришла армия Сан-Хирива, 185 тысяч человек, они погибли от эпидемии под стенами Иерусалима. То есть, с одной стороны, можно идти через жесткость такую, да, и мы видим, что идти через жесткость и заставлять соблюдать заповеди, этот путь работает. Этот путь работает, мы видим, опять же, по мусульманским странам, где путем жесткости, но там поголовно все соблюдают заповеди. И прямо такой жестяк-жестяк, но у них свои перегибы, то есть, Всевышний не говорил так, убивать, например, тех, которые не соблюдают, да, это уже слишком жестко. Но, в общем, мы учим путь любви, путь любви намного приятнее. Я даже сейчас говорю о таких вещах через страдания, и оно как бы, оно сквозь проходит, да, оно прям дает ощущение такого страха. Поэтому идем, возвращаемся в путь через любовь, через благодарность, это путь в рай. Значит, давайте идти этим путем. Значит, раскаяние без нытья. Он нас учит, как раскаиваться без нытья. Значит, вот сейчас он говорит, давайте вернемся к идее, что само слово «о да», «благодарение», да, оно имеет еще два смысла. Это истина, признание, и ведуй это исповедь. Он говорит, так, исповедь, она может тоже идти через благодарность, то есть, раскаяние без нытья. Когда человек смотрит с верой даже на свои ошибки, он совершает раскаяние с любовью, а не с нытьем и самобичеванием. И, разумеется, он говорит, следует предаваться раскаянию, но раскаяние из любви, а не из самобичевания. Понятно, да? То есть, он тоже идет по пути, он говорит, идти к Богу надо через ворота любви. Это намного приятнее, намного эффективнее, намного, ну, больше работает. И так мне объяснили тоже, почему Рэбе так делал, любая часть, что в нашем поколении очень тяжело кого-то пугать. Если раньше детей там били, людей били, было там крепостное право, рабство и так далее, то есть, это была как бы общепринятая природа, общепринятая в обществе заставлять людей делать то, что надо делать. То есть, это нормально принималось. Сейчас свобода, демократия и, в принципе, такой метод, он уже не работает. То есть, люди не готовы, чтобы их заставляли. Поэтому, в наше время надо идти через любовь. Так Рэбе объяснял. И дальше он говорит так. Раскаяние – это вера, что все совершает Всевышний. При этом следует убрать «я» за скобки. Ведь нет ничего, кроме него. Ничего нет, кроме Бога. Все. Поэтому нужно вынести за скобки всех людей, которых ты обвинял до сих пор. Ведь нет ничего, кроме Всевышнего. Вынести за скобки все естественные причины своих бед. Ведь нет ничего, кроме Всевышнего. И тогда, что у нас остается? Если за все спасибо, за все любовь. То есть, ты сам совершаешь сверхусилия, и ты переворачиваешь свой внутренний мир с страдания на любовь. И Всевышний переворачивает весь внешний мир с наказания на любовь. Вот примерно так оно работает. И как человеку тяжело представить, что все те проблемы, все эти неприятности, все те страдания, которые были у него в жизни, что это все добро, что это все хорошо, и спасибо Всевышнему. Настолько, насколько ему тяжело это перевернуть в себе, но насколько он сумел это сделать. Настолько переворачивается весь внешний мир и взаимодействие Всевышнего с этим человеком. И действительно, тот, кто удостоился и тот, кто смог перевернуть на любовь отношение к прошлому, отношение к людям, и увидеть во всем проявление доброго, любящего Всевышнего, тот, кто смог это сделать, он открыл как бы для себя, открыл совершенно новую систему взаимодействия с Богом. И Бог, начиная через тот канал, который человек для него подготовил, чистый и светлый, покрытый любовью, такой розовый, он говорит, все, я все прошлое переворачиваю в сердечки, все, все была, все одна любовь. Всевышний говорит, так это ты не прошлое перевернул, ты свое будущее перевернул. И не только будущее, которое в этом мире, а будущее, которое в вечное будущее. И вот, значит, смотрите, просить как Яков, вот мы дошли до момента, у нас через 2 минут, давайте, 3 минуты, да, у нас есть, чтобы 30 минут я закончил. Просить как Яков. И если человек испытывает ощущение недовольства, значит, по его мнению, ему что-то полагается, его обманывают. То есть, когда человек недоволен собой, жизнью, людьми, то есть, он считает, что Всевышний ошибся, его обманули. Ему не додали, Всевышний что-то сделал не так, не то, и вот он прям, Всевышнему говорит, эй, ты ошибся, ты ошибся, это несправедливо, ты несправедливый. Он говорит, вспомните Якова. Яков, который получил имя Исраэль, который про отец иврейского народа, он говорит, смотрите, как он молился Всевышнему. Вот он возвращается после 22 лет у Лавана с женами, с детьми. И навстречу идет злодей Исаав, его брат, который хочет его убить. И он начинает молиться Всевышнему о спасении. Какими словами начинается его молитва? Недостонья всех милости к Антонте Миколе Хасадим. Значит, стал недостонья всех тех милостей, которые ты дал мне. Он, книга Зуара объясняет, что он говорит, нет у меня права ничего просить у тебя. Все, что я до этого получал, это была твоя милость, твой подарок. И он не говорил, мне положено, дай, ты мне обещал. Бог ему обещал, между прочим, когда он уходил, вот этот вот лестница в небо, Сонья Якова, Бог ему обещал, что я буду тебя охранять. Он вообще, он говорит, я недостонья всех тех милостей, которые я получал. И он молится не, то есть он понимает, что вся его жизнь это подарок Всевышнего. И он полон благодарности. И если мы вспомним, как он 22 года служил у Лавана, тот его обманывал без остановки. И тут Раф Шаламаруш, он так красиво пишет. Значит, Яков, после того, как он сто раз, сто раз он менял условия оплаты. Трудно даже представить себе, как Лаван менял условия сто раз. Он был просто виртуозом обмана. Но для праотца Якова это было неважно. У него была такая вера, что он ни слова не сказал Лавану. Он не обманывал, не обижался, не возносился, не злился, не злословил. А все, он понимал, все происходящее с ним от Всевышнего. Он все время благодарил Всевышнего. Благодарил, благодарил, благодарил. В итоге он приходит, и тут на него идет Исаф. И он говорит, недостонья всех милостей, которые ты для меня сделал. Нет у меня никаких заслуг, никаких прав. Но что в книге Зор разъясняется, что молясь таким образом, Яков учит весь мир, каков правильный порядок молитвы. Сначала восславить Всевышнего, и лишь потом просить. Он учит нас также, что самая великая слава Всевышнему именно такова, недостонья всех милостей. Это значит, что человек живет поистине, веря, что все милость Всевышнего, а у него нет никаких прав и заслуг. И вот тут это очень важно. То есть, когда ты так относишься, ты благодарен за все. Если ты благодарен за все, то ты полон любви. Если ты полон любви, то ты пробуждаешь на каком-то варианте такую любовь Всевышнего, которая просто переворачивает всю то, что мы называем реальностью, в твою пользу. Вот такая вот мы сегодня изучили молитва Якова. И последнее буквально сегодня инструмент счастья из книги Рава Зелега-Плистина. Значит, за минуту я сейчас успею сказать это. The universe is yours. Вселенная твоя. Теперь он говорит такую вещь. Что вот человек, он жалуется, часто люди жалуются на бедное, что им не хватает денег, им не хватает того, им не хватает сего. Он говорит, в Талмуде написано, что должен, Талмуд учит нас, что каждый, каждый человек в мире должен говорить так. Этот мир был created for me. Этот мир был сотворен для меня. Весь этот мир мой. Когда ты смотришь на солнце, солнце, оно, свет дает всему миру, оно твое. Оно твое, вообще солнце, он говорит. Все деревья в мире и цветы твои. Горы и озера твои. Они созданы для тебя, для того, чтобы ты получал от них удовольствие. Звезды и галактики, они все твои. Птицы и рыбы, все твои. Земля и море, все твое. Он говорит, что тебе мало, что ли? Весь мир твой. И да, действительно, у тебя может не хватать кэша наличных иногда. Да, есть миллиардеры, у них тоже, они занимают, чтобы какие-то новые проекты открывать. У них тоже не хватает кэша. Тебе не хватает кэша наличных, и им не хватает наличных. Но у тебя же есть мир. То есть, если ты услышал то, что здесь написано, у тебя есть весь мир. И он рассказывает тут свою историю, что когда ему в первый раз об этом рассказали, что вся вселенная его, и значит, он говорит, ну я сказал, и что, что мне это даст. Но тот персон, который ему это сказал, он говорит, ты попробуй, ты попробуй смотреть на весь мир, как на твой. Вот просто он создан для тебя весь этот мир. И просто подумай некоторое время, несколько дней на эту тему. Вот выходи, смотри на небо и говори, небо мое, и горы мои, и звезды мои, и солнце мое, и все мое, да? Все создано для меня. Он говорит, посмотри, что с тобой произойдет. И он говорит так, после двух дней, когда я смотрел на солнце и все остальное, и видел это как мое, как создано для того, чтобы я получал от этого удовольствие, и получал пользу от этого, я начал чувствовать лучше себя, чем я чувствовал себя очень долгое время. И когда через неделю, значит, я почувствовал себя как totally new person, как вообще тотально новый человек. И я, у меня была огромная энергия и чудесное внутреннее ощущение. Мой mind, мой mind, это мой интеллект, был очень clear, он стал чистым, как тем не было долгое время. И у меня появился какой-то план, как решить мои финансовые трудности временные. И я чувствовал себя действительно богатым. И я всегда был богатым, я просто не осознавал этого раньше. И он говорит, это было очень большое везение, что я узнал эту концепцию. Я пробовал, и вам советую, попробуйте. Чаще смотреть на небо, на горы, думать, что все это мироздание Всевышний сделал для вас, и оно все ваше. Единственное, что вы должны это сохранять, да, то есть мы должны это сохранять, раз оно наше. Ну, каждый думает должен за себя, что оно ваше, оно лично ваше. Но продать это вы, может, и не можете никому, да. Но кайфовать, да. То есть, как человек, который создал картинную галерею, да, и он, значит, он же не продает эти картины, какой-нибудь Третьяков, да, Третьяковская галерея, или там еще какие-то другие люди. Значит, точно так же вы посмотрите, все мироздание ваше, потому что Всевышний, он через вас проявляется. И это дает прекрасное внутреннее ощущение. У вас весь мир принадлежит тебе, представляете? Вот. Хорошо, дорогие друзья. Поэтому спасибо Всевышнему за весь этот мир, за небо, за солнце, за воздух, за каждый вдох, за, за всю вообще интернет, который Всевышний сделал для нас, за Facebook, за Telegram. Спасибо Всевышнему. И, значит, спасибо, что даже через ошибки и сложности Всевышний дает, обучает, дает понять, спасает. Любую сложность можно же рассмотреть. А что было бы, если бы чуть-чуть хуже? Страшно могло бы быть, да? То есть, да, были какие-то вещи неувязкие, но могло это быть в миллион раз хуже. Поэтому спасибо Всевышнему за все прошлое с момента рождения, с момента зачатия можно даже, глубже уйти. Спасибо Всевышнему за все с момента зачатия. И, значит, все. Удачи, успехов. С Божьей помощью завтра встречаемся. Спасибо за то, что вы делитесь уроками, поддерживаете платформу Вайкра. И с Божьей помощью мы столько света зажжем, чтобы все вокруг люди поняли, насколько Всевышний добрый. Все. Всем удачи, успехов. До завтра. Спасибо. Удачи.